Я был пьяный казак. Выпил рюмку водки рядом с судьями, и сразу началось веселье. Это непереводимая игра с лоб пошла. Давайте, давайте. Это не моя сторона, я не могу. Сделай вид, что это твоя сторона. О, Лера, не смотри вниз, смотри. Это не моя сторона, не могу я в него. Ну ты хорошо смотришь. Я люблю, я тоже люблю. Два стороны. Да, он любит два стороны. Видишь, а мы по одному только пока умеем. Французская любовь. Туда-два разом, да, по-тракому как-то туда-сюда. В каждом шоу мы вводим новые элементы, улучшаем технику, и Лера постоянно прогрессирует. У нас с каждым разом получается все лучше и лучше. О! Вот так. А можно я тебя за попу буду держать? Можно. Так будет сексуально. Вся моя основная профессия, все мои съемки, они ушли на какой-то второй план. Мы здесь вот связались все в одну кучу, мы стали какой-то одной командой. Три девицы под окном, пряли стекловолокно и связали все на окно. Хорошо. На сцене группа «Ума Турман» под алыми парусами Лера Кудрявцева и Гвиндаль Пейзера. Пара номер 11. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 По минутам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОПЛОДИСМЕНТЫ За дождями метели перелётные птицы Только ночью не могу уснуть Странный холод в сердце прячется Что случилось, скажите мне кто-нибудь Только осень в окно мне расплачется В подоконник мой бьются горошины Тишину разбивая весельем Умирали давно понемножку мы И, наверное, было спасением Проститься, нету сил, закрываю Я глаза закрываю Сквозь суман уплывая По аллеям столицы Проститься за потери, потеря И года полетели За дождями метели Перелётные птицы Лера Кудрявцева и Гвендаль Пейзера На сцене братья Христовские Сегодня вы были свидетелями Замечательного номера на льду Вам понравилось? Конечно, нам понравилось Особенно некоторые планы очень понравились Нам отсюда просто... Не, правда, здорово Только я, посмотрев на костюм Леры Подумал, слава богу, нет Коли Баскова Тут пришёл Володя Кристоцкий Мне очень понравилось Я бы поставил высшую оценку Лерочку Спасибо, дорогие друзья Это была группа Ума Турмана И братья Христовские Алла, насколько я знаю И я напомню нашим телезрителям Лера стала серебряным призёром танцев на паркете На льду она так же хороша? Она была великолепна в танцах со звёздами Просто прекрасна Я была её поклонницей И совершенно я поражена Как она справляется со льдом Лера Вы прекрасны Спасибо огромное Лерочка, молодец Спасибо огромное Вы знаете, я когда узнала, что вы в жюри Честно вам скажу Немножко было страшно Потому что я помню Что вы были очень строгий судья на паркете И для вас была очень важная Пяточка, носочек Спинка, голова И поэтому я очень сегодня старалась Не знаю уж как Но честно говоря, мне очень приятно вас видеть И спасибо вам за эти слова прекрасные Спасибо Умница Спасибо Хорошо катались Была скорость Были какие-то такие между вами лирические, тёплые, нежные отношения И очень хорошо сыграли сцену вот там уже Как это, у штурвала Когда уже без коньков Это было красиво Спасибо Игорь, а были ли какие-то ошибки с точки зрения техники? Они взяли на себя очень большую задачу Они откатали в начале номера И потом встали у штурвала Вот здесь вот, наверное Вот здесь вот Мне показалось, что можно было бы Сделать что-то более интересное Более драматически яркое Хотя они свой номер закончили на льду На... не скажу на сколько Но она же девственная девушка Она не может так уж прямо ярко там себя вести с мужчиной Она девственница Они ещё только в начале своего любовного пути Мне Лера об этом не говорила Я всё думал, кто заменит Колю Баскова в жюри Алла Сигалова, оказалось, заменила Николая Баскова В сексуальных интерпретациях происходящих Я стараюсь Лера, вы меня поразили с самого первого шага Вы взяли и откатали сольный номер Это дорогого стоит Потому что раньше В начале проекта старались цепляться за партнёра Не отпускать то одного, то другого Иногда и двоих А сейчас вы взяли на себя смелую роль И откатали безукоризненно, как одиночница Я вас поздравляю, вы меня удивили сегодня Я хочу, Максим, чтобы ты перевёл Гвиндалью Я постараюсь Офигитительно, скажи Спасибо тебе Спасибо Судя по тому, как Гвиндаль засмеялся, он понял Вообще это международное слово Офигитительно Но есть некий парадокс с песней Песня «Простимся», да? А литературное произведение, наоборот, о том, чтобы встретиться И как она ждала своего принца Уехали потом Они же потом уехали Он её забрал, и они уехали Вы не дочитали, это понятно Но они же не простились Нет, ну давайте, в конце концов, решим, что Лера как бы прощается со мной И уходит к Гвиндалю Давайте что-нибудь такое придумаем уже Давайте посмотрим повтор, коль скоро уже Дмитрий подал голос Вы знаете, пяточка, носочек, голова или усы, лапы, хвост В нашем проекте другие части Лериной фигуры влияют на восприятие номера Сейчас сольное катание неплохое, мы видим И когда одиночное катание прекратилось Олимпийский чемпион, который умеет укращать русских женщин Взял бразды в свои руки, серечь Леру И начинает нам показывать то, о чём, в общем, мечтает добрая половина мужского населения нашей страны Сейчас она тоже пытается задирать его ноги Но это как-то неуклюже Наверное, потому что на Гвиндале надеты нормальные французские шаровары Но в целом катание было такое, что оно позволяет нам рассчитывать Эти люди способны делать ещё больше, если гурн катать, мне точки зрения Гвиндаль даже начал петь по-русски, понимаете? Сойти от Леры можно с ума просто Ну, я считаю, что хорошо откатались Спасибо, Дима Мы с нетерпением ждём решения жюри Итак, оценки нашего жюри Игорь Бобрин 6-0 Валерий Пономаренко 6-0 Елена Чайковская 6-0 Александр Пономаренко 6-0 Наталья Бессимьянова 6-0 Алла Сигалова 6-0 Это было феерично 36 баллов Максимум Ну, я думаю, что оценки жюри говорят сами за себя А я, конечно, могу сейчас у них так спросить А почему такая оценка? Наталья, почему 6-0? Почему не 2-5? Мне понравилось одинаково и катание Леры одной, и катание их в дуэте И мне очень понравилась сцена у штурвала Она меня захватила И мне было неважно Девственница или героиня, или нет Мне всё очень понравилось Ещё радует после сегодняшнего эфира Наверное, полстраны молодых людей Наконец-таки прочитают Это гениально романтическое произведение А вот всё-таки, глядя на Леру Мне кажется, её вот настоящий девиз Лера сейчас меня простит Не 16 и не первый Куберни, а где твоя кабиночка? Извини, пожалуйста Кто ж знает-то Кто ж знает, я тебя найду сейчас, дорогой Ну что, пожелать Гвендалю и Лере 7 футов под килем Гребите, мои хорошие Спасибо